МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Например, это специализированное реанимационное отделение для пациентов с хирургической инфекцией и сепсисом или отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных. Здесь лежат малыши с экстремально низкой массой тела. От 500 граммов могут уместиться на ладони. Еду им готовят с помощью уникального оборудования. Компаундер смешивает растворы для парентерального питания в стерильных условиях. За влажностью кожи следят специальные инкубаторы. У нас есть датчики, которые мы устанавливаем на кожный покров ребенка. И аппарат может даже сам подбирать комфортную зону для этого ребенка. И сам регулирует влажность его кожи. В отделении детской реанимации пациента от рождения до 15 лет. Самые маленькие поступают сюда из родильного дома с пороками развития. Проходят предоперационную подготовку. У кого-то проблемы с центральной нервной системой, у других с желудочно-кишечным трактом. Часть малышей обязательно должна пройти лечение у офтальмологов. Есть определенная категория пациентов. Это недоношенные дети, у которых в связи с малыми сроками дистанции, в связи с незрелой сетчаткой, возникает определенная патология со стороны сетчатки, требующая хирургической коррекции. Хирургическая коррекция таким пациентам проводится на нашей территории только в областной клинической больнице, у нас в офтальмологическом отделении. И взрослые дети с термической травмой попадают в ожоговое отделение реанимации интенсивной терапии. Тут им оказывают специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь. Оборудование мирового уровня. От современных дыхательных мониторов до специальных противоожоговых кроватей. Среди пациентов много жителей районов области. Аккурируем по телефону, начиная с первого часа, от момента поступления в центральную районную больницу. И оказываем в том числе и очную консультативную помощь, выезжая в районы, консультируя на месте. Ну и при первой возможности, в так называемый период «золотого часа» совместно со специалистами отделения экстренной планы консультативной помощи занимаются транспортировкой в наших центрах к нам в отделение. На базе регионального сосудистого центра тоже есть блок интенсивной терапии и реанимации. Здесь помощь оказывает пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Главная особенность в том, что реабилитацию проводят уже на реанимационной койке. Идет и вертикализация, и адаптация к бытовым нагрузкам, чтобы когда пациент выписался из стационара, он мог отрезать себе хлеба, открыть какую-то дверь, пользоваться щеколдой, присаживаться. Клиника анестезиологии и реаниматологии Новосибирской областной больницы включает несколько отделений. Ежегодно в них проходит лечение больше 9 тысяч пациентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова